Коллеги, здравствуйте. Рядом со мной Евгения Хакбердиева. Здравствуйте, Евгения. Добрый день. Night Frank Russia. Давайте немножко о компании. Чем вы занимаетесь? Night Frank Russia. Это, теперь уже, наверное, международная, это консалтинговая компания, которая занимается консалтингом в сфере недвижимости, как жилой, так и коммерческой. Я являюсь представителем департамента торговой недвижимости в России и СНГ. Вы были спикером нашей деловой сессии и наверняка были интересны жаркие споры. Хочется узнать о теме вашего выступления. Да, мы поговорили о современном и будущем положении дел на рынке торговой недвижимости. Дискуссия действительно получилась интересная. У нас были представители двух лагерей и представители девелоперов, и представители арендаторов. Мы обсудили текущую ситуацию о том, кто пока еще на рынке, что с ними происходит. Ну и, в общем-то, что мы будем делать в дальнейшем, если вдруг ситуация поменяется, и все бренды, которые пока еще не определились, примут решение и все-таки покинут рынок России. Был ли найден какой-то консенсус или закончили на жарком споре? Ну, наверное, мы все пришли к тому, что помощи ждать извне не стоит, да, то есть помоги себе сам. Торговля, к сожалению, не является ключевой отраслью в России, поэтому, в общем-то, самое главное, чтобы как раз вот эти вот два, которые в лагере сегодня, они стали партнерами и нашлись те самые приемлемые схемы, которые позволили бизнесу развиваться. И не было бы деления арендатора и арендодателя, кто за что платит. Вот если у нас будут партнерские отношения, тогда, в общем-то, у нашей сферы большое будущее. Может быть, хотите поделиться на вашей сессии какими-то интересными мыслями, которые вы сегодня услышали? Может, что-то было новое в этом споре рождено? Ну, самое, наверное, важное, это то, что не только российский бизнес готов развиваться и арендовать площадки в торговых центрах. Есть и международные компании. И это не только турецкий бизнес, про который мы там все говорим последние несколько месяцев, да. Это важно, что они есть и они остаются и не готовы к активной экспансии. Но и то, что есть другие международные бренды, те же корейские компании, которые готовы выходить в Россию. И пусть, может быть, это будет не прямое открытие магазинов, а через партнеров, но это все равно важно и интересно. Это нужно подсвечивать. И я очень надеюсь, что как раз в ближайшие несколько месяцев, да, мы увидим и услышим, что вот эти новые форматы и бренды вышли к нам. И каждый россиянин сможет оценить эти бренды. И, в общем-то, наверное, они станут их любимыми. Замечательно. Как все мы знаем, парни выходят летом на улицу и видят, что девочки в одинаковых юбочках, в очень красивых, потому что завезли куда-то в Zara какую-то новую интересную коллекцию. И скоро нас ждет вообще обновление всех линеек, потому что бренды другие, каталоги другие. Скоро будет красота сиять на улицах, мы будем улыбаться и радоваться. Спасибо вам большое за вашу работу. Спасибо. Спасибо.